Всем привет! Сегодня суббота, раннее утро, и по многочисленным просьбам читателей из Раблога я расскажу и покажу, как проехать в Ришинскую Икею с севера по четвертой трассе. После прохода Холона, который был у нас по правую сторону, точнее Холонская промзона, после заправки Асай Рим, которая стоит прямо на трассе, знаменитая все знают, я беру вправо и поеду по правой стороне трассы, чтобы показать вам все важные знаки. Итак, вот появляется наш стенд, который я условно назову 2-3, чтобы было всем понятно. Это означает, что скоро будет два съезда на Ришин Лицион с четвертой трассы. Итак, прибавим, прибавим ходу, где-то поеду быстро, где-то минно, значит, так, здесь, ага, указание, что до, жду до 27, до АБРШВ 95. Далековато, но нам надо поближе. Значит, по правую руку у нас идет Ришин Лицион, район Ромата Лиягу, его, точнее, промзона. Зеленый появляется указатель, что через тысячу метров, через тысячу метров будет поворот на Ришин Лицион. Вот нам в этот поворот не надо заезжать. Вот он уже показывается там. Что-то там показывается. Да, поворот показывается направо, нам туда ехать не надо. Мы двигаемся прямо. Поворот направо, это поворот на новый Ришин Лицион, Ришин Маараф, западный Ришин, и на Ришинскую новую промзону. На кинотеатр, вот на этот, как, 26-ти зальный этот самый комплекс, на Суперленд и куда угодно, но только нам не туда сегодня. Видите мост, прибавим газу, и проходим мост, прямо никуда не сворачивая. Хотя здесь есть еще один поворот, видите, на Ришин направо, это в старый Ришин, старую промзону Ришин Лицион, ну, туда потом. Едем прямо, смотрим, видите, перед носом у нас большой висит стенд, вот, большущий, вот, в самом низу написано цифра 42, и написано Риховод. Вот это наше, держите ориентир, вот это вот, 42 Риховод. Это нам знак, что сейчас надо брать право руля. Начинаем выполнять поворот направо, но смотрим, чтобы никого не было. Ну, так тоже не то, чтобы пропускаем всех, потому что можно пропустить, стоять здесь до емки Пура, несмотря на то, что суббота. Но потихонечку, потихонечку, вот, наконец-то, вошел я в правый ряд, и двигаемся прямо. Двигаемся прямо. Слева у нас, видите, знак Макдональдса, это новая автобусная станция Ришин Лициона. И что там, знак Шааришин, что ли, висел? Да, это тоже, в общем, это новая автобусная станция Ришин Лициона. Двигаемся вперед, перед нами идет автобус, смотрим, и не путаемся. Вот он пошел направо, нам туда не надо. Направо, это, опять же, Ришин Лицион, старый Ришин Лицион, и заезд в новый Ришин Лицион с другого конца. Автобус пусть уезжает направо, мы двигаемся вперед. Слева у нас новый указатель, 42-я, Риховод. Риховод явно. Вот двигаемся здесь, едем. Не спешим, не спешим, потому что здесь скоро будет, часто очень многие путаются, особенно, когда большое движение, когда разгар рабочего дня, и надо попасть в Икею с севера. Вот на этом месте все происходит. Паника, путание, папа-мама, помоги, кто помоги, чего помоги. Вот здесь вот едем, вот именно вот так вот едем, чтобы желтое было справа. Едем, едем, едем. Вот на этот знак даже не смотрим, даже не хочу на него смотреть. Нас интересуют вон те, вон три знака. Особенности крайне правой. И уходим в правую сторону. Вот этот вот знак, крайне правый, и мы поворачиваем направо, в правый ряд. 43, 31, Пальмахим. Вот это наше направление. Единственное верное направление, чтобы с этого места добраться до Икеи. Все, кто слева, они все слева. Это Иерусалим, это Решон-Лицион, это Реховат-Явное, Носциона, все туда. Мы же едем вот сюда на Пальмахим. Так, вот здесь я еще раз медленно проеду, чтобы вы обратили внимание, что мы, наверное, будете видеть Пальмахим направо, 43, 11. Это, значит, все четко у нас продолжен путь. Поднимаемся на пригорок. Вот здесь можно подгазовать. Ну, видимо, что-то не получается, видимо, не спустил ручник, что ли. Так, ага, Пальмахим. Специально останавливаюсь, смотрим. Все, направо. Поворачиваем. И вот сейчас, вот с этого вот пригорка, посмотреть, если вдаль, немножко левее взять глазом, видна уже Икея, ее синие корпуса и желтая крыша с крутящимся этим знаком, ее с этим брендом, с этим лого Икея. Вон там вот висит. Это значит, нам надо двигаться сейчас прямо под мост, никуда, не сворачивая и не останавливаясь. Сейчас будет поворот направо. Опять же. Это опять же Режон Лицион, новая Провзона, новый Ришин, Тель-Авив, Аждо, все что угодно, но только и не только не нам. Вот видите, дядька поехал на машине туда. Направо? Точно. Вот нам туда не надо. Все, двигаемся. Все, снял с ручника. Под мост прямо и начинаем считать светофоры. Первый прошел. Вот, дядька, смотрите, как быстро бежал. Неестественно, даже быстро. Едем, едем, топим, топим, топим. В субботу никого нет. Может, второй светофор прошел. Вот это хорошо вымрали. Режим скоростной. Третий. Ну, здесь, конечно, не притопишь сильно. Вот он что творит. Перед носом ездит. Четвертый светофор. Притормаживаем, чтобы не сбить велосипедиста. И, чтобы вписаться, конечно, самое главное для нас в правый поворот. Все, до 50 сбрасываем. Вот она, мама Икея. Вот она, родная. Вот она, кормилица наша. Она и мать, и отец. Все одновременно. Здесь я притормаживаю. Чтобы показать вам справа большущую открытую стоянку. Она еще не оборудована, не обустроена, так как вы знаете, Икея в решении запущена относительно недавно. Но ничего, можно сюда поставить и ножками пройтись вон туда, вот, в закрома, в заветные. Сейчас покажу, где находится стоянка внутренняя, так как подземная или подкрышная. В общем, ну, все поняли, да, о чем я говорю. Стоянка под навесом. Сюда не надо. Служебный вход. Вот здесь заповорачиваем тоже опять же потихонечку направо. Полегоньку. Не разгоняемся особенно, потому что сейчас будет туда проезд. Шлагбаум, где стоит дядька, всегда проверяет, есть оружие, что есть, что нет. Показали, проезжай. Расписание. Сейчас увеличу. Расписание. Работа Икея. Вот оно, да. Все люди грамотные, все прочитают, кто не прочитает. Зайдет на сайт Икея, там еще уточнится. Все, туда заехали, отоварились и уезжаем, выезжаем назад. Выезжаем назад по другой дороге, нежели по которой ехали. Можно и потом вернуться, но я покажу вам другую. Едем, едем, едем. Сейчас направо. Направо. Вперед. Здесь тоже можно домануть, никого нет. Раннее утро. Все спят. Только ваш покорный слага не спит. Все что-то показывают. Здесь был фонтан, видели, да, на кольце. Тоже ориентир. Выезжаем. Сейчас светофор. Светофор. Значит, направо пойдешь, в Пальмахим попадешь. Туда не надо. Хотите попадать, но пока нам не туда. Поворачиваем налево. Выезд. На большую землю. Вот информационные наши щиты, которые нам нужны. Притормаживаем, смотрим, что там у нас на щитах написано. Четвертая трасса вперед на прямо на Тель-Авив и Яфа. Четвертая трасса налево это Ждот. 431 вот там вот кто-то дерево посадил очень неудачно, кстати. Ну, ладно. Бог и Бусулья с этим деревом. Так. Вот это, что у нас здесь написано? Здесь написано 431 на Иерусалим направо. Реховат явно опять же направо на 42-ю. Кто куда поедет, не знаю, а я, наверное, поеду сейчас на 42-ю, по 42-й, доеду до Явна и вернусь сюда с юга, чтобы показать, как попасть в Ришинскую Икею с юга. Вот я сейчас ухожу направо. Ну, и ждите меня. Скоро вернусь.